Свою работу форум начал с выставки. На ней самые инновационные проекты. Например, вот такая спортивная площадка. В скором будущем они появятся в каждом дворе. Помимо спортивных снарядов, здесь есть примеры упражнений. Они зашифрованы в QR-коды. Для того, чтобы их посмотреть, при себе нужно иметь мобильный телефон. А еще новые дорожные указатели и лавочки, которые экономят пространство. После выставки благоустройство городских улиц делегаты обсуждали на четырех дискуссионных площадках. Форум «Городская среда» объединил более тысячи человек со всей России. Среди них 10 липчан. Это члены президиума партии, представители местных ячеек. В первую очередь делегаты делились опытом благоустройства в своих регионах. Мы одним из первых обратились к людям, для того, чтобы сделать комфортно нашу среду. Особенно, я уже сказал, в малых городах и в селах. И на благоустройство мы выделяли средства по софинансированию. Примировали различными видами техники. На сегодня мы уже выделили только на один премиальный фонд из областного бюджета 158 миллионов рублей. О том, как увлечь жителей благоустройством своих сел и городов, говорили на площадке «Комфортный двор». Там положительным опытом нашего региона, можно сказать, со всей страной, поделился заместитель главы администрации области Александр Наролин. Он рассказал о программах, которые у нас успешно реализуются. Это «Рубль на рубль» и «Чистый четверг», а также о советах общественного самоуправления. Опыт Липецкой области по созданию советов общественного самоуправления, конечно, нуждается в дальнейшем продвижении. Я сегодня предложил найти форму заканивания территориального общественного самоуправления. Цель любого закона – это не только ввести в рамки разрешенные, но и создать прецеденты возможной поддержки. А на площадке «Городские общественные пространства» говорили уже об интересах бизнеса в благоустройстве. Участие в дискуссии принимал депутат Госдумы от Липецкой области Михаил Гулевский. Он привел в пример опыт самого благоустроенного села России – Преображеновки Добровского района, где за пять лет привлекли около 30 миллионов небюджетных средств, на что и построили ряд социальных объектов. Это надо делать. Бизнес должен участвовать, потому что одним бюджетом это, наверное, неправильно. Мы должны поучаствовать все вместе, потому что это для нас, для всех живущих в нашем любимом городе Липецке и в наших районах. После работы площадок пленарное заседание. На нем подвели итоги работы. О результатах доложили премьер-министру Дмитрию Медведеву. Он, в свою очередь, сообщил, что в стране подготовят стратегию развития городов до 2025 года. Упомянул премьер и о партийной программе «Парки малых городов». Ее, кстати, успешно реализуют и в нашей области. Так, в Гельце на реконструкцию парка железнодорожников выделили более 30 миллионов рублей. Здесь появятся четыре зоны – детская с аттракционами, игровая с площадками для бадминтона и баскетбола, а также организуют места для отдыха пожилых людей. Люди, которые живут в городах, хотят видеть неустроенный город, хотят видеть чистый и зеленый город. Людям нужно, чтобы в парках, на площадях были нормальные, устойчивые отдыха. Единая Россия включила предложение государственных избирателей в свою программу. Запустила два партийных программ. Все неизвестно теперь. Городская среда и парк «Парк малых городов». По итогам форума подготовят резолюцию. В ее проекте уже есть предложения и поправки в законы, касающиеся благоустройства. Так, на федеральном уровне владельцев магазинов, офисов и зданий хотят обязательно следить за прилегающей территорией. А на программу «Парки малых городов» выделят дополнительные средства с федерального бюджета и организуют обучение для тех, кто этот проект реализует на местах. Ольга Родина, Роман Авраменко, Липецкое время, город Краснодар.